вас приветствует канал мошенники аферисты фармазона был обычный солнечный воскресный день все нормальные люди отдыхали не работали биржи фондовые и валютный межбанк не в москве не в соединенных штатах америки кто работает в воскресенье разве что какая-то там криптовалюта крутится и вот только одному мало знающему и мало вменяемому брокеру из такой же псевдо брокерской компании где-то там в горах грузии расположенной только ему одному не спалось и он позвонил мне слушаем что из этого вышло алло алло андрей здравствуйте здравствуйте с вами рассказывает леонид соколов я ваш аккаунт менеджер рассматриваю вашу сервис на что вы были заинтересованы в дополнительном заработке слушаю вас замечательно а давайте начало познакомиться андрей чтобы я смог подавать для вас правильный формат работ андрей вам сколько полных лет 38 сколько 38 38 лет вам прекрасно а а кем вы работаете кем вы являетесь по профессии я электромонтер электромонтер у вас очень интересная профессия знаете знакомый первый закон электромонтеров знаете нет протягивая руки бы протянешь ноги я вас понял а давно работаете по данной профессии да как это у закончен так и работаю я вас понял я вас понял а это было бы женатый человек да сражение потому что давайте вам расскажу что наша компания вам подоставляет какие услуги она вам предлагает хорошо а после чего мы вместе с вами еще пообщаемся я уверен наш компания вам предоставляет выход на международный финансовый рынок а в чем будет заключаться наша деятельность вместе с вами вот как вы думаете да начнем заработать простые вот любые магазина в чем является за обыдок на любого магазина? Ну, обвес, обшот, в принципе, тоже практикуется. Ну и так, купил по оптовой цене, продал по розничной. Совершенно верно, да? То есть, магазин покупает продукцию подешевле и продает ее подороже. И на этом зарабатывает очень хороший день. Что вы понимали, мы вместе с вами будем заниматься тем же самым. Будем покупать разные акции подешевле, но продавать их будем подороже. И на этом месте сами будем зарабатывать очень хороший день. Мы будем ездить на какую-то оптовую базу активов? Вы будете, да, грубо говоря, будете на международной номинации и будете, грубо говоря, работать на платформе, будете зарабатывать. С помощью нашей поддержки, конечно же. Поскольку, я так понимаю, у вас в данной сфере никакого нет. Опыта нет, правильно, Андрей? Да, вообще. Опыт находится в самом противозачаточном состоянии. А почему вы так говорите? У вас плохое было или что? Нет, это просто полный ноль, ничего, почти не знаю. Ага, я вас понял, Андрей. Нет, смотрите, что вы понимали, это все учитывается. Вы один работать не будете. У вас будет возможность зарабатывать семена. Первоначально я бы предложил именно для вас фондовый рынок. На фондовом рынке вы сможете покупать акции, облигации очень известных компаний. Таких, как, например, Газпром, Буку, Вросси, Янда. Поскольку там международный фондовый рынок, у вас будет возможность попасть в международные активы, в том числе и то, что акции, облигации международных и очень известных компаний. Ага. из-за компании, вот, о какой компании вы слышали? Какая у вас компания больше всего заинтересовала? Газпром. Газпром. Отлично. Да, то есть, эта компания, я уверен, если вы следите вообще за последними новостями, знаете, что компания Газпром это та компания, да, которая сейчас, в данный момент, поставляет газы в Европу исключительно в рублях и вообще цены на газы, на нефть поднимаются день от дня. И именно зарабатывать на таких компаниях, которые занимаются производительностью газа и нефти очень выгодно, чтобы вы понимаете. Да, производительность газа это, конечно, круто. Поскольку у вас опыта нету, что вы понимали, Андрей, это все учитывается. Мы вам предоставляем специалиста. Кто такой этот специалист? Это финансовый аналитик, у которого присутствует огромнейший стаж в данной сфере, да? Сколько? У наших специалистов больше 10 лет стажа. Этот человек получал долгие годы образования, да, долгие годы всем этом учился, он будет вместе с вами работать. Вам детально объяснять, какого актива, какой у вас заработок будет иметься. И подбирать для вас самые такие сочные, хорошие варианты. Касерные. Понял. Отлично. Чтобы вы понимали, Андрей, это от вас много времени отнимать. Не будет, да, буквально 10-17 минут в день, когда вам будет удобно, наш специалист будет подстраиваться под вас, выходить сами на слайд, и будете вместе с ним уже работать, поскольку мы понимаем, что наши клиенты могут быть заняты и люди, да, могут работать, и так далее, тому подобное. Чтобы это не звучало, как благотворительность, Андрей, хочу подчеркнуть один факт, то, что мы не занимаемся благотворительностью, исключительно нет, да, у нас тоже, в этом есть... начинается. Сейчас меня будут драть последнюю рубашку. нет, 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 да, мы... вы именно где находитесь, Андрей, сейчас, на диване. нет, вы же из города, я так понимаю, вы из Белоруссии, да, или в России живете? Нет, я в Белоруссии, на данном моменте нахожусь в командировке в России. А, вы в командировке находитесь, прекрасно. Смотрите, в чем будет наш заработок, да, в чем заключается наш интерес. Мы зарабатываем на обороте клиентской базы, то есть, Андрей, то есть, исключительно делается все возможное, да, чтобы мы заработали как больше, ну, как можно больше. А как это... в нашей компании? Как эта база может обернуться? Я не совсем понял. Я вам сейчас объясню, да. Наш специалист, наш финансовый аналитик будет получать от вашей успешной сделки 10 процентов. Я считаю, это небольшой заработок. Ничего себе. Если вы заработаете, скажем, тысячу рублей, он от успешной сделки, да, он получит 100 рублей. Подожди. Так он будет получать от сделки 10 процентов или от заработка 10 процентов? Да, от каждой успешной сделки вашей. Не, мне так неинтересно. Почему? Ну, я ничего себе, наварить на сделки 10 процентов, это уже, насколько я знаю, круто. Наши американские товарищи говорят, что если тебе дает бизнес где-то 10-15 процентов, то ты разрабатывай этот рудник, пока не упадешь. А сейчас вы хотите 10 процентов от сделки забрать. А если я наварю, допустим, 11 процентов заработок от сделки, то 10 процентов отдай вам, а 1 процент оставь себе. Нет, нет, нет. Я вам пример же привел, Андрей, да, я говорю, 10 процентов от заработка. Скажем, вы заработали тысячу рублей, да, 100 рублей будет принадлежать нашему специалисту, а 900 будет ваше. Вы не ощущаете, что вот это все немножко различаются понятия 10 процентов от сделки и 10 процентов от заработка. Нет, вы, значит, вы меня неправильно поняли. Я с самого начала как вы сказали, так я и понял. Обалдел прям даже. Хорошо. Нет, нет, сижу такой обалделкой. привел, ну, я второй раз уже пример привел, да, вы, наверное, меня неправильно поняли. Один словом, да, то есть, если вы, ну, вы заработаете, скажем, тысячу рублей, он, наш специалист получит 100, заработаете 10 тысяч рублей, наш специалист получит тысячу рублей от этого, то есть, 9 тысяч будет принадлежать вам, тысяча рублей будет принадлежать нашему специалисту. Я считаю, это очень приемлемое слово, потому что человек будет вместо вас работать, да, подбирать для вас самые такие хорошие варианты и вам будет детально все объяснять, делать для вас фундаментальный анализ. А что это он так вдруг расщедрился? Нет, ну смотрите, Андрей, мы с вами... Чтобы вы понимали, здесь фондовый рынок не такие маленькие суммы крутятся. Как они крутятся? Я вам объясню. Я вам так скажу, что вы можете зарабатывать намного больше, чем 10 тысяч рублей. И поэтому мы рассчитываем на то, что... Нет, нет, конечно же нет. Конечно, когда вы начинаете с маленькой суммы, у вас не такую же огромность... Нет. Жаль, конечно. А если вы сможете, почему... Слушайте, вы разберитесь, вы говорите то одно, то другое. Я уже, честно говоря, ваших объяснений боюсь. То вы говорите, что я не смогу зарабатывать 11, то смогу. То 10% от сделки, то 10% от прибыли. Как мне... Я сейчас вас что-то запомню, а потом окажется, что это вообще не так. Я вам говорю, вы можете больше 10 тысяч заработать, вы говорите, что 11 не смогу. Спрашиваю, ну сколько больше? 11 смогу, вы говорите нет. Ой. Намного больше, я имею в виду то, что если у вас будет... Это все зависит от вашей суммы, с которой вы начинаете, да? Так, смотрите. Вы можете заработать до 50%. У вас есть на бумажке, вот все то, что вы рассказываете, изложено на бумажке? То, что я должен посмотреть? Потому что что-то мы с вами на разных языках отговариваем. Я даже вот сейчас не уверен, что все то, что я понял и запомнил, что все понятно мною правильно. Придет время, вы скажете, что я все опять не так понял. Нет, нет. Вы все правильно поняли сейчас в данный момент. Так не смогу я все таки 11 заработать? Сможете. Да, я ничего не понимаю в вашем рассказе. Андрей, хорошо. Смотрите, да, это все зависит от той суммы, с которой вы начинаете. То есть с финансовым аналитикам, вот ваш чистый доход от той суммы, с которой вы начинаете, вы можете заходить до 50%. Вас очень плохо слышно, у вас прерывается звук. Можете перезвонить мне? Андрей, сейчас хорошо меня слышите? Ну так да, более-менее. Ага, прекрасно. Значит, смотрите. Какие-то реверберации голосовые идут, реверберации, как будто бы вы там реверберируете. И вот очень смазанно все слышно. Ага, я вас понял. Одним словом, да, вы можете заработать с финансовым аналитиком до 50%, чтобы вы понимали, да, отложенной вами суммы. То есть если вы начинаете с 7000, вы можете заработать, скажем, 3500 рублей. Если начинаете с 10 тысяч, может быть, можете заработать 5000 рублей, да? И так будет сумма расти все время. В смысле? Вы будете зарабатывать. В смысле? Я завел туда, допустим, 50 тысяч. Заработал 25. И все, хана, уже больше не заработаю? Нет. Нет, опять эта сумма крутится. Вы расположились с вашими мыслями, как вам удобно. Так, а вы скажете, за какой период? То есть за месяц, конечно же, за месяц. 50% в месяц. Ага. Ой. То есть уже у вас на счету будет 75, от 75 вы уже там сколько будете зарабатывать, да? Ну, 10 еще ваш этот заберет. Останется всего 40. Нет, 10% от чего 40 останется? Что вы говорите? Нет, ну я 50% заработаю, 10% уже берет ваш этот аналитик. Нет, нет, нет. Я 50 говорю вам уже, а именно чисто ваш доход, да? То есть 10 уже учитывая. Обалдеть. То есть уже даже после того, как аналитик заберет 10%, не останется 50% в месяц, да? Ага. Ага. Да. Очень интересно, очень хорошие, достойные такие цифры. В принципе, можно начать. Для человека, пришедшего с улицы и вообще ничего не делающего, в принципе, так неплохой заработок. Да. А как мы начнем зарабатывать? У меня аж ладошки зачесались. Почувствуйте. Как мы начинаем вместе с вами сотрудничать? Слушайте, подождите. Подожди, подожди, подожди. А за счет чего я зарабатываю? Ну вот, купил я какие-то там акции, ну и что? Они поднимаются в цене, вы их продаете, я же скажу, объясню вам, да? Сначала как магазин работает, да? А за счет чего они поднимаются в цене? Ну вот, в чем заключается работа нашего финансово-аналитика? Он подбирает для вас варианты в данный момент, да? Этот человек работает недолгие годы в данной сфере, он знает, на чем можно заработать. И будет не просто вам говорить, да, Андрей, давайте купим акции компании «Газпром». Он вам будет объяснять детально, почему нужно прямо сейчас купить компании «Газпром» и сколько вы можете заработать с акцией компании «Газпром». Так вы мне подскажите вообще, за счет чего акции поднимаются в цене. Вот человек растет до, допустим, какие-то там, до 20 лет. Он растет, потому что ест, ест, потому что растет. Все, 20 лет прошло, он уже дальше не растет. Так может и акции, допустим, компания выпустила акции, 20 лет растут, а потом все, остановились в цене, уже никуда не растут. За счет чего растут акции? Я вам сейчас объясню, за счет чего растут акции. Вот в данный момент, если вы следите за новостями, вы знаете, да, то, что, скажем, «Газпром», например, А поставляют газ исключительно, Европу исключительно в рублях, это получается, то есть капитал растет, да, и компания тоже поднимается, цена поднимается в газе, вообще акции тоже компании поднимаются. Смотрите, нет, я не согласен. Вот взять, к примеру, год, год тому назад, акции «Газпрома», сейчас я зайду загуглю, сколько она стоила. За вот этот последний год «Газпром» уже столько газа напродавал, он уже столько и Европу накормил этим газом, и Китай, он там весь мир загазовал. Так, где эти акции? Сейчас, вот «Газпром», он стоит сейчас 187 рублей 61 копейку. Какие это вы смотрите? Ну, график этот, я загуглил, по графику видно. 187, я тоже прямо сейчас смотрю. Да, 187 рублей, так округленно. Вот год тому назад, год тому назад, он стоил 282, ну, за 280, там по графику видно, за 280. Он за вот этот год столько всего напродавал, столько всего газа всей Европы накормил, и всех накормил, и «Бабах», он теперь стоит в полтора раза меньше, чем стоил тогда. Что за шняга? Я вас понял, да, ну, это вы, скажем, если вы смотрите за год, есть такая вот, к сожалению, такая вот проблема, да, но если вы посмотрите… Так нет, так нет, ваша теория не работает, вот контракты были у «Газпрома», все было. Вы сказали, что «Газпром» продает газ, деньги в компанию поступают, и акции растут. Он «Газпром» продавал газ, деньги в компанию перли со всех сторон, уже аж потолок плевали с этими деньгами. «Бабах», в полтора раза меньше стал. То есть так, так не бывает. А вы не знаете почему? Не, я не знаю. А вы не знаете почему? Не. Я вам скажу, да, потому что сейчас накроет вообще очень много санкций, но это не значит, да, что, грубо говоря… Так что санкции? Так а что ж санкции? Санкции разве забрали деньги у «Газпрома»? Деньги как были, так и остались специально в комнате в чемоданных этих мешках. Почему? Смотрите, да, много стран отказалось от поставки газа. Те страны, которые не смогли отказаться, они получают газ в два раза, в три раза больше, по другой цене, да, именно? Дороже. Ну, так все равно же деньги есть у компании? Ну, я с вами согласен, да, но… Ну, я вам говорю, что санкции сейчас в данный момент… Деньги пришли, а до акционеров не дошли. Какой кошмар. Из «Газпрома» санкции не снимают. Ну, «Газпром», собственно говоря, давно уже под санкциями. Ну, послушайте, откуда вы знаете, что во время войны, когда война началась, много людей не продавало акций? Откуда вы знаете, например? Не знаю откуда. А что, а вы откуда знаете что-то другое, что-то знаете, что продавали акции? Я сейчас в данный момент, Андрей, я сейчас в данный момент не являюсь, скажем, аналитиком, да, я просто аккаунт менеджер. Не, вы… Я понял, но я уже должен понимать… Сейчас будет заключаться наша деятельность. Ну, я вам пример привел, да, то есть таких вариантов очень много. Хорошо, давайте я вам сейчас скажу, вот какая компания сейчас… Вы, если так, хотите вот именно узнать, на чем зарабатывает. Ну, смотрите, вот хорошо, «Газпром». Вот, например, да, вы на «Форексе» тоже можете работать, когда началась война. Да, это только глупому человеку, глупый человек только мог не понимать, да, что рубль начнет падать. Например… Алло, 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 пропадаете, пропадаете, алло. Вы слушайте, послушайте меня. Вот когда началась война, да, только глупый человек мог не понимать, что когда та страна, которая вообще находится в войне, экономика, то есть, начинается рушиться, и рубль упал в цене. Вы понимаете, насколько опустился? Хорошо. И вы даже на «Упаде» можете заработать, да, можно сделать выпады. На «Упаде» заработаю, до «Упаду» заработаю. Вот возьмем ту акцию, где война не начиналась. Вот «Эппл». Смотрите, я загуглил «Эппл». Год тому назад оно стоило 170. Сейчас 150. Тоже сколько она айфонов продала, сколько она айпэдов продала, сколько она всякой дряни продала, а взяла и упала за год в цене. Тоже деньги же приходили в компании, войны нету, санкций нету. Вы же не вводили санкции против айфона? Нет, и я не увозил. Нет. А почему упала эта? Да. То есть я смотрю, вот я смотрю, сейчас любую, наверное, акцию возьми какую-нибудь. Ну, давайте я возьму «Майкрософт». Вот акцию, сейчас загуглю, сейчас грузится. Вот «Майкрософт». Алло. Алло, да-да-да. Что-то пропало когда-то. Вот «Микро мелких» возьмем «Майкрософт». Вот год тому назад 320, 330 даже стоило. Все, сейчас 256. Ну, послушайте, вы… Война в «Майкрософт». Александр, вы понимаете то, что вы, грубо говоря, не будете делать долгосрочную, долгосрочную перспективу. Вы будете зарабатывать каждый день. Так мне ж кажется, что вот акции не растут просто вообще, они только падают. Три акции взял и все падают. Ну хорошо, вы за день, почему вы за день не смотрите? Почему вы за день не смотрите график, который поднимается и спускается все время? Ну хорошо, давайте вот посмотрим за день. Вы за год не… Хорошо, хорошо, давайте даже не за день, а за неделю. Вот неделю тому назад «Майкрософт»… Нет, за день, посмотрите… Вы откройте за день, посмотрите. Хорошо, давайте за день. Вот 19.05, прошлый день она стоила 260. Сейчас 256 «Майкрософт». Упало. Давайте я Apple возьму. Ну… В течение дня вы же… В течение дня вы же… В течение дня… В течение дня она стоила 151 доллар. Сейчас 150.17. Все упало. Акции не растут, акции только падают. Хорошо, вы зайдите сейчас в «Investic.com». Хорошо. Ну, зашел… Смотрите, вот «Газпром», «Газпром». Сейчас, за сегодня он вырос на 3 рубля, чтобы вы понимали. За сегодня он вообще никуда не вырос, потому что сегодня торгов нету. Откройте, посмотрите, да. Нету торгов сегодня, ничего нету. Ну, послушайте, я сейчас прямо в данный момент вижу. Можете открыть, посмотреть. «Investic.com». Открыли? Ну, так в воскресенье сегодня ничего не работает. Где он торгуется? Ага. Вот у вас, видите, справа, да, вот на «Товары», «Форекс», «Индексы», «Акции». Видите? Ну… Ага, нажмите на «Акции». Я уже на графике «Майкрософта», что вы беспокоитесь, не переживайте. Нет, почему? Например, «Эппл» сегодня вырос на плюс один. «Эппл» сегодня не торгуется. Сегодня биржа отдыхает. Хоть в Америке, хоть в России. Только криптовалютные биржи торгуют. Ну, что вы? Послушайте, я вам говорю, зайдите в «Инвестинг», посмотрите. А вы вот посмотрите минуту на вот эту цену. Вас не смущает, что вы будете минуту смотреть, а цена не меняется. Цена будет постоянно стоять. Вас это не смущает на «Инвестинге»? А вы хотите, чтобы минуту поменялось, Андрей? Ну, конечно. За минуту много чего и продается, и покупается. Ну, давайте посмотрим 15 минут на эту цену. Давайте тогда будем вместе с вами, если вы хотите за минуту. Послушайте. Занимайте места в партере согласно купленным билетам. Вот не меняется. Акции не растут, они просто стоят на месте. Ну, Александр, сейчас в данный момент я смотрю. Ну, да, «Газпром», как был 187.61, так и остался. Акции не растут, вы же видите сами. Мало того, они даже не падают, они стоят на месте. Вы где смотрите? «Инвестинг.ком», акции «Газпрома», 187. А вы не видите там рядом 61? Не видите плюс 3? Не видите снизу на «Лукойл»? Плюс 101. Не, не вижу, цена не меняется. Вот смотри, я смотрю, 187 было, а с 187 и осталось. Ничего не меняется. Слушайте, акции поднимаются. Нет, нет. Оно все молчит, стоит. Оно все статично, ничего вообще не меняется. Цифры не прыгают, они не растут. Вы внизу не смотрите? Да хоть куда смотреть, хоть внизу, хоть не внизу. Ну, давайте закроем «Газпром», может он просто стесняется меня. Давайте я через 2 минуты зайдем туда. «Инвестинг.ком», просто зайдите на «Инвестинг.ком». Ничего, я вам сейчас скажу, куда зайдите. Куда? Просто откроем «Инвестинг.ком», открыл, да, вот устраница открыл у вас, правильно? Да, да, да. У вас вот с правой стороны, вот видите, там написано «Товары», «Форекс», «Индексы», «Акции», видите? Да, да, да. И график такой, маленький график. И график. Вот видите на «Акции». Акции, нажал на «Акции», да. Что там у нас? И что вы сейчас в данный момент видите? «Сбербанк», «Газпром», «Лукоил», «Роснефть», «Нонникель», и все молчает? Все полностью, цифры не меняются. Все стоит на месте. Акции не растут. Не растут. За сегодня, за сегодня, вот, плюс 298. Да нету никакого плюс 98. Вот я смотрел две минуты тому назад. Лукоил плюс 101. Лукоил плюс 101. Андрей, ну вы сейчас смотрите, видите все цифры, которые... Ну, я же смотрел на Лукоил пять минут тому назад. Как было 3709, так и осталось 3709. Ну, давайте замажем с вами. Сегодня самого начала, хорошо. На «Шелбан» давайте. Сегодня самого начала, значит, посмотрите. На «Шелбан». Давайте через пять минут еще зайдем, посмотрим. Вот запомнили? Лукоил 3709. Можете записать. Я даже... Я не буду протестовать. Запишите. 3709. Давайте зайдем. Я... Мне кажется, акции не растут. Посмотрите, Лукоил. Рукоил. Да. Вы сейчас откройте вот график Лукоила. Да. В самом низу, видите, он стоил 3602 рубля, да? Сейчас в данный момент он стоит 3709. Не знаю, что он там стоил сегодня. Он не растет. Прямо. Прямо. Он поднял. Он прекратил расти. Он уже взрослый. Уже Лукоилу 22 года. В этом моменте он уже не растет. Может раньше рост. Вы понимаете? Андрей, вы меня не хотите слушать, понимаете? Да я вас... Я очень вас ценю как рассказчика. Мне очень нравится ваш юмор и вообще то, что вы рассказываете. Но это не помогает Лукоилу расти. 3709. Уже пять минут я на него смотрю. У него 3709. 3709. Сегодня утром он стоит 3560. Я этого не видел. Я вот могу поверить только тому, что верю своими глазами. А он не растет. Откройте график. Зачем мне этот график? Да не в графиках счастья. Откройте график Лукоила. Откройте график Лукоила, чтобы вы увидели... Да, хорошо. Давайте. Ладно, открыли. Ладно. Ты мне 64? Нет, это вот нажмите пальцем вот на... Сверху над вот этим цифрами. Нет, пальцем нажимать не надо. Вы просто... А вы нажмите. Не бойтесь нажимать пальцем. А я не вижу. Ну не устаивайте вы крик. Ну, давайте или вы говорите или я говорю. Вы скажите. Вы ж надоели. Балабоните в параллель. Говорите Андрей, вы меня потому что не слушаете Потому что вы не умеете работать с графиком Вот если вы посмотрите Это будет не сегодня, а 15.07.2022 13.40 Возьмите и поймайте Какую-то дату Что вы мне рассказываете Как будто бы вы хитрее Одесского раввина Все, Лукоил прекратил расти Все, уже долгое время он не растет Смотрите на него Можете даже моргнуть Он не растет Произошло то, о чем говорил Так долго говорил Баффет Все, стагнация мирового рынка Ничего не растет Не на чем зарабатывать Крах мировой экономики Лукоил уже 10 минут не растет О чем можно еще говорить Вы хотите, чтобы за 10 минут Каждая акция поднималась Нет, я не понимаю Это невозможно Может упасть за 10 минут Почему это всегда было возможно А теперь невозможно Хорошо Вы можете и на спаде зарабатывать Вы можете и на упаде Так она и не падает, скотина Стоит 3.709 Вот и все Она и не растет, и не падает Хорошо Начало Когда вот война начиналась Совсем другая же цена была Не знаю Тогда можно было бы во все А теперь А теперь хана Вы видите, что происходит Невозможно заработать Ни на падение, ни на росте Ничего не растет и не падает Кстати, давайте посмотрим Сейчас, что там у нас с этим С Газпромом А Лукоилу Почему О, 187.61 Хорошо Давайте на Яндексе посмотрим Вы заметили, что Газпром За время того, как мы с Лукоилом Разбирались Газпром тоже не вырос и не упал Вы заметили? Хорошо На Яндекс давайте посмотрим Давайте Давайте На поисковую систему Давайте Яндекс.ру Я ввел Да Смотрю на экран Что там? Вы в инвестинге посмотрите У вас там же Я вам сказал Акции есть, например А тут тоже есть? Тут тоже есть Яндекс? Яндекс Да Угу Ну давайте посмотрим Яндекс Яндекс.ру Так 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 Вот 1638 1638 Запятая 60 копеек Ну тоже не мигает Стоит на одном месте Вы думаете Яндекс вырасти? Давайте подождем Минуты хватит ему? Чтобы измениться? Нет Минуты не хватит Видите? Это называется Я вот Хотя я электромонтер Но я немножко знаю В теории Экономического Развития Хорошо Это называется Глобальная стагнация Это называется Наступление Ледникового периода На мировую экономику Все замерзло Не растет Не падает Хорошо Александр Андрей Послушайте Вы можете на фьючерских сделках Работать На фьючерских сделках? Это как? Это как? То есть Вы уже работаете Именно на Можно так сказать Амплитуде Скажем Графика Я не на амплитуде Работаю Я В РСЗМУ 8 Работаю Хорошо На фьючерских сделках Можете Если вам Очень важно Скажем Расскажите мне Что такое Фьючерские сделки? Что такое Фьючерские сделки? Это те Самые Быстрые Можно сказать Быстрее всего Можете Именно заработать Если вы хотите За минуту Заработать Да Простым языком Замерил То чтобы Вы получили прибыль Вы только это можете сделать На фьючерских сделках Ну давайте посмотрим Вот вы мне показали Газпром Яндекс Мне показали Давайте фьючерские сделки Посмотрим Покажите мне их О Слушайте Тут же Investing.com Я смотрю Акции А слева от него Фьючерсы Да Сюда тыкать Тут фьючерские сделки Ну написано Фьючерсы Или фьючерсы Где 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 это Вы видите Сливее Акций Ну что Вы не видите Что ли Индексы Здесь написано Индексы Форекс Товары Нет У меня написано Индексы Фьючерсы Акции Товары Форекс Криптовалюты Облигации ЭТФ Фонды Популярные У меня У меня Именно Нету Фьючерсов У меня Форекс Есть Индексы Есть Акции Как у вас Нету У меня Есть У вас Нету Мы что На разный Инвестинг Подписаны У вас Какая-то Упрощенная Варианта У меня Усложненная Так я На него Вообще Не подписан Облигации Ну не знаю Сейчас Секундочку Мне кажется Не надо Взять Бразды Правления В свои руки Ничего Мы с вами Не добьемся Фьючерских Сделок Найти Не можем Кому Рассказать Так 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 Что она ко мне Прицепила Что-то хочет От меня Бэк Все 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 Так Так Ой Перейти на Русскоязычную Версию Да Так Еще раз Захожу Популярные Котировки Основные валюты Основные Коронавирус А Еще Это вы С этого Самого С компьютерной Версии Сидите А я С мобильной Так Вот Смотрите А тут Тоже Нифига Нету Сейчас Я найду Поиск На сайте Вот там Туда Давайте Фьючерсы Забьем Например Сегодня Да Можете Сейчас Открыть Даже Посмотреть Смотрите Забейте туда Фьючерсы А вы можете Открыть Сейчас В данный момент Посмотреть Именно Агции Компании Тесла Что вы понимали Да Сегодня Агция Компания Тесла Выросла На 5% Они сегодня Не торговались Они Застыли Они Все Своим Каном Они Замерзли Вы можете Можете Написать Цена Акции Тесла Ну 720 долларов 20 центов Что там писать Все Она Стоит На месте Смотрите Не мигает Все Замерзло Она Не может Мигать За секунду Она Скажем 2-3 часа Назад Она Стоила 717 долларов Сейчас Она Стоит 720 Вы понимаете Ну Давайте Подождем Я говорю Что она Не могла Отчасть За 2 часа За 2 часа За 2 часа Она Подняла Цену Прибавилась Поднялась За Скажем Тыкните Пальцем На график Это Не было 2 часа Это Было Сейчас Скажу 717 Вы смотрели Это Было 21 20 15 07 Вот С того Времени Что-то В мире Произошло И она Застыла Так Ните Пальцем На графике Посмотрите Дату Это 15 07 Сегодня 17 07 Если Вы Не в курсе Все Ничего Не растет График Там Стоит На Один День И На Пять День Ну На Сегодня 17 07 Там Ничего Нет Она Замерзла Перекиньте Хорошо Да Я Кстати И Фьючерсы Тоже Стоят На Месте Хорошо Хорошо В данный Момент Смотрите У вас Возможность Зарабатывать В нашей Компании Так На Чем Зарабатывать Ничего Не Меня Не Поменял Не Поменял На 2 Доллара Так Оно Никак Не Меня Давайте Посмотрим Опять На Лукойл Не Поднялась Цена Почему На Лукойл Я Тесле Говорю Цена Не Поднялась Нет Тесле Ничего Не Поднялась И Лукойл Как Был 3 709 Так И Остался 3 709 Вы Сами Сказали 717 Сейчас 720 Нет Две минуты Тому Назад Было 720 Долларов 720 Центов 717 Это Вы Говорили Слушайте Вы Поймите Что Вы Не Можете Зарабатывать Ежесекундно Это Не Возможно Почему Там Если Ежесекундно Сделки Проходят Почему Я Не Могу Зарабатывать Ежесекундно Нет Кто Вам Говорит Что Ежесекундно Вы Будете Зарабатывать Сделка Откроется В течении дня И Закроется В течении дня Ну Акции Давайте Давайте Вс смотреть Откройте График График Откройте Откройте График У меня Почему Не Слушаемся Ну Откройте График Боитесь График Открыть Как Какой График Тесла Вы Сами Я Вам Открываю График Открыли График Научились Смотрите У С Перед Вами кривая линия или свечи? Ну, хорошо, учите меня, учитель. Свечи, нажмите на вот эту пимпочку, зеленая, красная, зеленая, там такие сосиски волосатые. Вот переведите на свечи. Андрей. Ну, что, не можете, что ли? Какой-то специалист. Не могу еще. Ну, перевели на свечи. Поставьте минимальный таймфрейм. Можете поставить? Какой у вас там минимальный таймфрейм есть? Ага, хорошо. Какой у вас минимальный таймфрейм? Послушайте, на каком сайте вы смотрите на грани? Я сейчас в инвестинге смотрю. Ну, на инвестинге смотрю. Ну, вот, кстати, смотрите, Смотрите, на графике, вот там, сейчас я вам покажу, где он у вас перевод. У меня мобильный, у вас не мобильный. А, смотрите, вот у вас написано обзор Тесла, да? Есть обзор Тесла? Обзор Тесла, да. Вот под словом обзор на один сантиметр ниже. У вас такие три сосиски, зеленая, красная, зеленая. Видите? Да, я включил, я знаю. Молодец, вы крутой, я всегда знал, что вы крутой. Вот посмотрите, дальше потом будут... А вы нет. Справа от этих сосисок будет еще один значок, кривулька, а потом идут цифры. Один, пять, пятнадцать, тридцать, один аж, пять аж. Нажмите просто на один, вот перед пятеркой, которую... Одну минуту, одну минуту, слушай, да. Одну минуту, зачем мы включаем? Да, я вам показываю здесь, сколько сделок происходит за одну минуту. Вот если вы на каждую свечку подведете крестиком, то у вас тут будет объем. Объем будет показывать вам минимальное открытие, закрытие, и сколько у вас там дофигища сделок происходит. Хорошо, за одну минуту сейчас, в данный момент... Ага, хорошо, я знаю это, зачем? Так сейчас не растет, сколько, раньше росло, а сейчас нет. Вы сейчас на одну минуту поставили, и говорите, что график не поднялся вверх? Ну, не растет вообще ничего. Вы издеваетесь, что ли? Почему? Я нормальный человек. Я нормальный, а вы? 719 было. 719 было. На минуте закрылось 720, на один доллар поднялось. 720, я уже с вами пять минут общаюсь, как было 720, так и осталось. Это было все... Но это не значит, что она не поднимается. Если цена не меняется, то это я, конечно, боюсь вас огорчить, то это значит, что она не поднимается, да, если цена не меняется. Но у меня есть для вас еще и хорошая новость. Это значит, что не только не поднимается, но и не опускается. То есть в этом есть и хороший момент. Как есть 720,20, так и есть. Все замерзло. Что делать будем? Хорошо, Андрей, Андрей... Акции не растут. Послушайте, сейчас... Это раньше когда-то было. Что вы хотите доказать? Я хочу понять. Вашу уволоку. Честно говоря, я не понимаю. Я только вопросы задаю. Я же ничего не доказываю. Мне не все понятно. А когда мне не понятно, я начинаю задавать вопросы. Я вам говорю, да, в данный момент мы вам предоставляем специалиста. Я не специалист. Я для вас не финансовый аналитик. Я не могу для вас... Не, ну что, вы на уровне. Ну, не скромничайте. Ну, не скромничайте. Ну, наконец-то... Я для вас не финансовый аналитик. Да вы даже больше. Одни фьючерские сделки чего стоят. Хорошо, послушайте. Андрей, в сторону сарказма, да? Я для вас не аналитик. Я не анализую рынок. Я предоставляю информацию. Не анализуете? Да. Нет. Я даже не окажется, что вы немножко филолог. Вы, наверное, были преподавателем русской словесности, а потом вас за великие успехи на этом поприще взяли в финансовое учреждение. Мне что-то так кажется. У вас нету там пару-тройку диссертаций защищенных? Не показывайте мне? На тему правописания, правоговорения. Ну, не смущайтесь, все хорошо. Я к вам со всей дружественностью. Так иногда просто позволяю эмоциям вырваться. Да, слушаю вас, да. Закончили? Выдохнули. Да, собрались. Я хочу понять, вам делать нечего или как? Мне есть, что делать. Я хочу зарабатывать. Ваша компания может мне предоставить заработку? Послушайте, я еще раз повторяю, я в данный момент являюсь... Кому вы являетесь данным образом? Сотрудникам, простым сотрудникам, да, я аккаунт-менеджер. Вам помогаю с активацией вашего аккаунта, рассказываю о том, что наша компания вам предоставляет, какие услуги она вам предлагает. Если вас интересует, Андрей, вы можете начать с нами сотрудничество. Если не интересует, мы можем просто сейчас, прямо в данный момент, отключить и все, больше с вами... Мы не будем так делать, потому что мы нацелены на сотрудничество. Просто я не могу понять, как я буду зарабатывать, за счет чего. Акции не растут, фьючерские сделки не растут, анализовать ничего не получается. Слушайте, я не тот человек, который вам должен говорить конкретно, на чем вы будете зарабатывать. Наша финансовая аналитика, в чем заключается работа финансовая аналитика, заключается в том, чтобы он вам предоставлял хороший вариант. Если вам этот вариант не понравится, вы можете на этом варианте не работать. Это ваш выбор, вы распространяете с вашими средствами. Он вам будет предоставлять много вариантов. Когда вы увидите график, что он вам предоставит вариант, и вы там поймете, что вы можете там заработать, тогда уже у вас появится желание, Андрей. Вы скажете, ой, да, я хочу здесь заработать. И у вас не будет такого вопроса, на чем я буду зарабатывать. О, вы приободрились, я рад, а то вы как-то уже совсем приуныли. Теперь смотрю, теперь смотрю уже возвращение Орла. Орел восторил вновь. Вы мне скажите, может быть, просто у вас вообще заработка нету? Может, просто заработок не существует? Ну, как зарабатывать, если все стоит? Я вам объясню, как зарабатывать. Так, как вы мне объяснили? Давайте на Теслу посмотрим, давайте. Пять минут прошло, давайте грянем на Теслу. Опа! 720,720. Как было, так и есть. Заработка не существует. Алло. Да. Ну, может, я не знаю, может, у вас там в компании еще что-то есть? Там, я не знаю, поле чудес, угадая три буквы, решение кроссвордов за деньги. Ну, потому что на акциях зарабатывать невозможно. Они не растут, не падают, стоят на месте. Вы сами это видите. Андрей, послушайте, еще раз повторюсь, да? Огород могу скопать. Не, ну, если нормально. Копайте, копайте. Вдруг что-то найдете, да? Какой-то клад найдете, будете счастливо жить. Может быть, такое, да? Хотелось бы. Ага. А что вы еще копаете? А что не копаете? Не дают. Я приходил копать. Что не дают? Ну, днем не дают, а ночью прихожу, соседи не спят, по очереди сторожат. Они говорят, что ни днем не покопаешь, ни ночью. Я пробую. Мешают вам, да, копать? Ну, а как копать в такой нервной обстановке? Хорошо, Андрей, сейчас, в данный момент, что мы с вами делаем? Мы дружественно беседуем и выясняем, составляем меморандум в отношении наших общих действий. Как мы можем заработать? Андрей, я еще, не знаю, вы с десятого раза понимаете или с двадцатого? Вы скажите, чтобы я вам... Это смотря какой гений мне объясняют. Есть такие гениальные люди, что раза с двадцатого понять – это уже успех. У вас тоже такое бывает, да? Ну, да, я... Нет, нормальные люди тогда вам объясняют. Вы сколько раз понимаете? С какого раза понимаете вообще? Нормальные люди с первого. Да, с первого. Я вам еще раз объясняю, да, я... Так вы-то тут при чем? Я не учился, я не учился, ну, конечно, вы, наверное, у вас вообще понимание, нормальные люди совсем другое. То есть вы, наверное, не знаю, с регенераторами, наверное, общаетесь, поэтому вы понимаете. Как вы тонко чувствуете ситуацию? Можно как-то без ваших фантазий, по фактуре пройдемся? По факту я уже в пятый раз объясняю вам одно и то же, говорю, я для вас не финансовый аналитик, не финансовый аналитик. Если у вас интерес есть, вы, когда уже начнете сотрудничество, вы со своим же финансовым аналитиком будете это обсуждать. Он вам будет предоставлять варианты, это ваши деньги. Блестящее, блестящее, коллега. Блестящее. Никуда вкладывать не будет. Если вас не устроит, если вас не устроит предложение финансового аналитика, да, это уже ваше дело. Понял. Ну, вы видите, как вот если вы соберетесь и напряжетесь, то вы вполне можете выдавать очень стройные логические умозаключения. Но только у меня вопрос. Я уже четвертый раз вам это говорю. Да, любой. Только вы с пятого раза только понимаете. Ну, конечно. Вы просто вот раньше не были так убедительны, у вас не было такого огня в глазах, как сейчас. Вы поймите одну вещь, что никто не будет начинать сотрудничество до тех пор, пока не убедится, что возможность заработка присутствует хотя бы в теории. Если вы приходите на стройку, там написано «строй монтаж управления номер один». И вы хотите там работать на этой стройке. Вы туда приходите, а она законсервирована, там только одни собаки бегают и лапой уши чешут. И бурьян везде растет. Вам же не придет в голову пойти и начать тут работать? Возить там кирпичи с места на место? Потому что вы видите, что тут нету заработка, тут вам не заплатит никто. Тут нету, не ведется никакая работа. Вот я сейчас смотрю на то, что вы показываете. Вот оно уже 10 минут, 15 минут на одном месте. Лукоил как был 3079, так он и остался. Я говорю, нету тут заработка, работы нету. Хорошо, Андрей. Это заброшенная стройка. Послушайте, заброшенная стройка. Вы такой умный человек. В 2009 году, когда биткоин стартовал, он стоил 1 цент. Сейчас в данный момент 1 биткоин стоит 21 тысячу долларов. Это он еще упал в цене. То есть вот такие неверующие люди, как вы, они умные, ни хрена не заработали. А те умные люди, которые рискнули, купили 10 биткоинов за 1 цент, они прямо сейчас могут эти 10 биткоинов продать за 100 тысяч. Так биткоин же рос. Смотрите, вот если мы сейчас зайдем на биткоин... Вы сейчас в биткоин зайдете, он опять расти не будет? Нет, он растет. Ну что вы не разбираетесь ни в чем? Зайдите туда на инвестинге, откройте криптовалюту. Смотрите. Тогда я вам скажу такую вещь. Если для вас биткоин растет, вы на криптовалюту в рынке тоже сможете работать. Смогу, смогу. Если захочу, то смогу. Вот давайте на котировки. Вот investing.com, под investing там котировки есть. Вот наведите туда. Наша компания вам предоставляет выход на криптовалюту. Криптовалютная рынка. Вот, криптовалюта, смотрите. Их много. Если вы откроете, биткоин. Вы только что о биткоине говорили, потому что биткоин растет. Да. Вот у него 21,370. Опа, уже 21,368. И два. Поменялось. 21,368. Вы на биткоине тоже сможете зарабатывать? Да, на биткоине смогу, да. Он растет, ну он и падает, он и растет. Могу. Ну вот финансовым аналитиком сможете работать на биткоине. А вы работаете с биткоином? Мы работаем на всех рынках. А где вы работаете? А где вы покупаете биткоин? На платформе. На какой платформе? Харьков-Култава? Коинбейс. Коинбейс, например. Ну хорошо. А как вы туда на Коинбейс деньги заводите? Открывается аккаунт, создается торговый счет. И? Ну как пополняете? Каким образом вы пополняете? Пополнение делаете вы. Вам виднее. Ну что мне виднее, если я не могу найти способа пополнения? Картами российскими не пополнишь. Как вы пополняете? Андрей, хорошо. У вас сейчас в данный момент, я хочу понять, вот наш разговор, да, вообще, мне кажется, бессмысленный. Я просто так... Ну как бессмысленно, если я задаю вам вопрос? Открываем аккаунт на Коинбейс? Я вам говорю, создается аккаунт на ваше имя. Создаем. Верификация. Нет, не вы сейчас в данный момент создаете. Я вам пример привожу, где вы можете работать. Вы можете на банке работать, вы можете на Коинбейсе работать. Давайте работать. Я хочу работать на Коинбейсе. Много, много, очень. Очень много платформ. И как пополнить счет? Я вам говорю, что мы именно на Коинбейсе будем работать. А где мы будем? Вы же сказали на Коинбейсе. Я вам пример привел. Вы сказали, где мы можем работать, я вам примеры привожу. Ну давайте мы рассмотрим нашу работу на примере Коинбейса. Давайте. Ну, чтобы не было понятно, вы мне расскажите на примере Коинбейса. Можете рассказать на примере Коинбейса? Тогда я пойму и сразу побегу активировать свой счет. Алло. Ну расскажи, видите. Ну же вы молчите. Давайте на примере Коинбейса. Нет, я просто понимаю, что с вами бессмысленно. Потому что если я вам начну даже... Ну вы даете. Давайте заработаем что-нибудь. Давайте заработаем. Ну дяденька. Ну. Я буду хорошо себя вести. Ну пожалуйста. Ну пожалуйста. Ну пожалуйста. Ну пожалуйста. Ну давайте. Хочу зарабатывать. Хочу зарабатывать. Хочу зарабатывать. Ой. Ой, не крофил. Мы еще увидимся. Я так думаю.